Здравствуйте, это программа Город Эссы, я Елена Чернявская. Поговорим мы сегодня о самом драгоценном, конечно, здоровье. Вот уже на протяжении почти 75 лет больница имени Симашка является крупным медицинским учреждением города, а в настоящее время обслуживает около 800 тысяч человек, что составляет две трети населения города. Хорошие результаты работы всегда обеспечивали передовые взгляды работающих здесь врачей, их высокий образовательный потенциал, тесная связь с наукой и преемственность традиций. Больница Симашка оказывает помощь всем, кто сюда обратился. Сегодня в этой студии я буду беседовать с главным врачом этой больницы, отличником здравоохранения Российской Федерации, врачом высшей категории, депутатом Думы городского округа Самары 6-го созыва Яковом Зиновичем Резниковым, Здравствуйте, Яков Зинович. Здравствуйте, Елена. Ну что же, а прежде чем мы начнем наш с вами разговор, я предлагаю посмотреть вашу визитную карточку, визитная карточка гостя, внимание на экран. Яков Зинович Резников, главный врач Самарской городской клинической больницы имени Симашка, закончил Куйбышевский медицинский институт. 1982 год, начало трудовой деятельности в больнице имени Пирогова, интернатура по хирургии. Работал хирургом в поликлинике номер 8, затем до 1986 года работал в больнице имени Калинина в отделении искусственной почки. Более 30 лет работает в Самарской городской больнице имени Симашка. С 1993 года заведующий урологическим отделением, с 2014 года исполняющий обязанности главного врача, а с сентября 2015 года главный врач больницы. Врач высшей квалификации постоянно повышает свою квалификационную категорию, специализировался по урологии в городе Мюнхен и стажировался в США. Неоднократно участвовал во всероссийских и международных симпозиумах и конгрессах по медицине, автор научных статей и монографий. Имеет грамоты Министерства здравоохранения Самарской области и диплом Самарской губернской думы. В 1993 году награжден почетным знаком отличник здравоохранения Российской Федерации. Яков Зинович, ну что же, первый вопрос, и он, на мой взгляд, определяющий работу всего лечебного учреждения. Это, конечно же, кадровый вопрос. С вашим приходом на должность удалось практически полностью сформировать коллектив, и в том числе и за счет привлечения звезд Самарской медицины. Так ли это? Да, действительно, спасибо за вопрос. Вы абсолютно правы. На самом деле, как у нас известно давно, кадр решает все. И, безусловно, первое, с чего я начал, это формирование кадровой новой политики по привлечению кадров. И как, собственно говоря, рекомендует и настаивает наш министр Геннадий Николаевич Горядасов, именно система эффективного контроля контракта подсказывает нам, как это правильно и можно сделать, а именно повысить заработную плату. Значит, за, условно говоря, два года моей работы удалось привлечь 275, 215, прошу прощения, медицинских сестер и 175 врачей. Новых. Это колоссальная цифра. Безусловно, здесь, конечно же, и внешние совместители, я их сейчас не подразделяю, то есть дектора, которые по основному месту работы свою профессиональную деятельность осуществляют в других лечебных учреждениях, но, тем не менее, им интересно прийти к нам, подежурить, получить некую заработную плату, которая их устраивает. И таким образом, в том числе и с внешним совместителем, вот такая внушительная цифра. Значит, когда я пришел, ко мне тут же пришла делегация из родильного дома. Значит, некому было дежурить, пустые окна, бреши, и вы представляете, что такое родильный дом, где роды примерно 5000 женщин, рождается примерно столько же детишек, как вы понимаете, и вдруг некому дежурить ни в детской реанимации, ни в отделении новорожденных. Ну, просто действительно проблема и беда. Я посмотрел внимательно приказы, и совершенно нормально, адекватно, может было, что я и сделал сразу, я ввел более 70 ставок дополнительных, одномоментно. Вот тут же решились проблемы. Спасибо. Тут же решились проблемы и кадровые, и стали приходить, и перестали увольняться доктора, и медицинские сестры, и стали приходить новые сотрудники. Естественно, значительно возрос уровень заработной платы. Поэтому, да, безусловно, есть и звезды, ну, надо сказать, и здесь надо отметить, безусловно, что больница Семашка, коллектив больницы Семашка всегда славился высокопрофессиональными сотрудниками. Более того, во многом являлся кузницей кадров для всех учреждений Самарского здравоохранения и за пределами. Значит, наши сотрудники, они на самом деле выполняют колоссальную работу, то есть 24 часа в сутки. Но когда удалось пригласить людей из других учреждений, которые имеют и свой потенциал дополнительно, и будем говорить своих пациентов, которые их знают, уважают, любят, и, безусловно, это в том числе влияет и на имидж учреждения, и, конечно, вот этот симбиоз наших уважаемых, профессиональных, будем говорить, ну, условно, старых, назовем, сотрудников, и плюс, будем говорить, новые, свежие, ну, так сказать, кровь, вот этот симбиоз сейчас дает значительный потенциал, значительный потенциал для дальнейшего развития нашей больницы. Ягодинович, я так полагаю, что вы имели в виду отчасти в ответе на этот вопрос, что пациенты все-таки идут на врачей, на профессионалов, но и в том числе в учебное, в лечебное заведение, оснащенное последним современным оборудованием, о чем мы обязательно скажем позже. Да. Правильно я понимаю? Да, значит, отчасти правильно. Уточню. Пожалуйста. Безусловно, да. Конечно, лучше бы не болеть, но, тем не менее, когда есть проблемы со здоровьем, безусловно, люди стараются найти тех или иных специалистов, профессионалов с именем, с мнением и так дальше. Но больница «Симашка» – это больница, которая работает в режиме оказания круглосуточной экстренной помощи. И поэтому зачастую люди не выбирают, куда и к кому идти. И на 99% народ в наше учреждение поступает скорой помощью. Соответственно, вот когда это, и это значительно создает определенные проблемы, создавало бы, если бы не сплав опыта, профессионализма и отработанных методик. То есть я хочу сказать, когда удается сразу поставить диагноз, отработать тактику, стратегию, лечение, все это правильно, согласно порядкам оказания медицинской помощи, все это правильно, значит, организовать, то и результат налицо. Это и выздоровление, это и сокращение сроков пребывания на койке. Да, вот сейчас вы видите, как подъезжает скорая медицинская помощь. Хочется сказать, что по статистике у нас приемное отделение больницы «Симашка» за сутки принимает до 200 человек. Это, конечно, большие цифры. Большие цифры. А травматологический пункт принимает до 100 человек. И вот если в период максимального, так сказать, поступления пациентов до 300 человек круглосуточно мы консультируем, диагностируем, ну и слава богу, что значительная часть из поступивших отправляется домой с рекомендациями, потому что... С положительной динамикой. Яков Зинович, я так полагаю, что вы сейчас говорите как раз об уникальности больницы «Симашка», потому что вы совершенно верно сказали, что оказывается круглосуточная помощь населения. Вот в этом и уникальность больницы. Это больницы, которые работают в режиме круглосуточно, каждый час, каждую минуту, каждый день, готовы оказать экстренную помощь практически по всем основным профилям. У нас многопрофильный стационар, и по всем значимым, значит, будем говорить, органам и системам, которые тревожат пациента, у нас, мы готовы оказать профессиональную помощь. Яков Зинович, какую роль вы отводите эстетической составляющей? Я сейчас имею в виду, это, конечно, сплоченность коллектива и уважение к пациентам. Вот ведь вы работаете в этой больнице более 32 лет, и коллектив у вас состоявшийся. И вы говорите, что молодые кадры идут к вам работать. Но вот какие причины у них сегодня идти работать, самое главное, зарабатывать в наше непростое время, что уж тут греха таить, больницами и семашками? Во-первых, это коллектив со сложившимися профессиональными, очень добрыми традициями. У нас всегда поддерживается определенный уровень отношений внутри коллектива. Уважение к старшим, поощрение для развития молодежи. Значит, безусловно, это уровень заработной платы. Мы вышли в последнее время на одно из первых мест Самарской области по уровню заработной платы. И, конечно, это стимулирует во многу, в том числе и приход молодежи. Это возможность научить, это возможность лечить, это возможность развивать свой профессионализм. Ну и набираться опыта, конечно. И, безусловно, набираться опыта. И вот тут преемственность поколения, она, как и везде, наверное, играет ведущую роль. Яков Зинович, какие современные методы диагностики сегодня применяются? И скажите, пожалуйста, на каком оборудовании проводится обследование? У нас применяются все практически современные методы диагностики. Значит, у нас есть хорошая аппаратура экспертного класса. Это и фиберогастроскоп, и все, что связано с эндоскопическими методами исследований. Кстати говоря, мы в последнее время развиваем тему. У нас, например, сейчас проводится с большим успехом операции РХПГ. Значит, там по стентированию холедыха, это общего желчного протока, эвакуации камней из желчного протока. Значит, у нас используется диагностическое современное оборудование, пожалуйста, компьютерный томограф. Значит, и, безусловно, тут надо сказать, что, конечно же, опорудование изнашивается, конечно же, есть необходимость в обновлении, в приобретении нового. Тут мы находим, конечно же, понимание с министерством и с фондом ОМС нашей Самарской области. И вкупе работы, вот мы недавно совершенно проводили анализ состояния своей аппаратуры, подготовили заявку на обновление. Ну, будем смотреть. Время сложное, но, тем не менее, находится взаимопонимание, взаимопонимание, учитывая значимость нашего многопрофильного стационара, она, безусловно, учитывается, и мы ожидаем, в том числе, и обновления аппаратуры. Но я, с своей стороны, хочу заметить, что, когда мы снимали вот эти кадры, которые мы сейчас периодически видим на наших экранах, я давно не была в Симашка. Скажу честно, но то, что я увидела сегодня, это, конечно, огромная заслуга. Изменилось многое, начиная от ремонта, персонал, ну и, конечно же, оборудование, о котором мы сейчас говорили, Яков Динович. Ну, конечно, удалось, в общем-то, своими силами сделать во многих отделениях косметические ремонты. Значит, сейчас, безусловно, по-другому смотрится отделение. Значит, вот, например, в отделении гинекологии закуплен современный гистероскоп резекционный. То есть это то оборудование, которое позволяет без, будем говорить, разреза в операционной сделать некие операции, некие манопуляции. Профессионализм, например, заведующего, вот Наталья Владимировна Сапашкова, он, так сказать, на очень высоком уровне. И, конечно же, вот все это вкупе, в том числе, создает еще и приятные условия, конечно же, для нахождения пациентов. И действительно есть некая динамика положительная. Я это вижу, это отмечает коллектив, и в том числе и поэтому приятно работать с новым сотрудником, потому как, ну, приятно работать в отремонтированном, чистом, красивом, так сказать, отделении. И, в общем, пока это вот удается. Но задач еще очень много, и еще много, что не сделано, и поэтому все еще много впереди. Игорь Зинович, а мы побывали в отделении оперативной гинекологии, побеседовали о заведующем отделении. Я предлагаю послушать о всех тех новинках диагностики, которые сейчас есть, Симашка. Начиная где-то с марта 2015 года, отделение, конечно, преобразилось значительным образом, благодаря, ну, стараниям администрации. Огромное спасибо, конечно, Яку Зиновичу, потому что даже, несмотря на то, что у нас было огромное желание преобразовать отделение, и без его помощи ничего бы не произошло, конечно. Человек просто очень хочет, старается, чтобы больница Симашка приобрела другое лицо, изменить несколько статус больницы. Естественно, наше желание тоже имеет значение, поскольку мы набрали целый штат молодых докторов, которые хотят работать, которые хотят оперировать, которые хотят видеть отделение несколько другим. Вот вы прошли по отделению, наверное, увидели, что оно совсем другое. Мы даже выбрали такие более позитивные розовые тона, чтобы женщинам было приятно находиться, чтобы они не боялись, поскольку название отделения немножко страшное, оперативная гинекология, но в целом, чтобы люди чувствовали себя больше, как дома, чтобы они чувствовали позитивный настрой со стороны сотрудников, потому что мы стараемся для них, все, что мы делаем здесь, это чтобы им было комфортно, ну, естественно, и приятно работать с самим доктором. Вот. У нас новое оборудование, которое до этого не было в нашем отделении, гистерезектоскоп, вот на фоне него мы сейчас стоим, это внутриматочная хирургия для, как органосохраняющей операции при различных патологиях полости матки, удаления субмукозных узлов, полип в полости матки. Кроме всего прочего, естественно, мы выполняем операции полостные, как лапароскопические, так и лапаротомические в большом объеме. За год количество женщин, проходящих через отделение, составляет приблизительно около 2000, то есть, ну, 1900 с небольшим хвостиком. Отделение на 5-2 койки. То есть у нас лечатся пациентки как с экстренной гинекологической патологией, требующей вмешательства экстренного, так и пациентки плановые, которые поступают на плановое вмешательство, плановые операции, беременные, сохраняющие беременность в сроках до 22 недель. Ну, в основном, вот это наш контингент. Женщины молодые все, которые хотят детей, которые хотят сохранить репродуктивную функцию, которые хотят быть здоровыми. Все для них. Зимна сказала, все для них, все для пациенток, все для женщин. Есть что добавить, Сергей Зиновьевич? Ну, Елена, спасибо вам за сюжет. Мне было очень приятно посмотреть. Значит, на самом деле могу сказать, что, безусловно, вот опыт, желание и возможности очень квалифицированных кадров, они дают о себе знать. И вот с приходом новой заведующей, Натальи Владимировны Сапожковой, у нас только за один год увеличилось количество совершенных лапароскопических операций, это без разреза, более чем на 300. Это колоссальное увеличение, и у нас, безусловно, есть еще и динамика в этом направлении. Могу добавить следующее. Конечно же, вот сейчас у меня проводится, мы начали подобный ремонт в отделении травматологии. Отделение травматологии у нас очень востребовано. Сами понимаете, что, во-первых, состояние, к сожалению, и ледяного покрова, вот в зимний, осенний, весенний период времени, это то, что связано с уличным травматизмом. Ну, безусловно, это дает о себе знать, и в эти месяцы вообще, безусловно, переполнено отделение. Очень высокопрофессиональные доктора, очень хорошо оперирующие. И, конечно, большой поток пациентов, который проходит, оно, конечно же, надо обновлять и стены, и аппаратуру, опять же, в то же время, и, значит, койки, и мягкий инвентарь. И вот мы сейчас этим занимаемся, то есть вот мы перешли сейчас, грубо говоря, на ремонт этого отделения. Ну, а потом, опять же, может быть, это диктует время, потому что не стоит забывать, что все-таки больница Семашко и больница Пирогов это две дежурные больницы, куда поочередно, да, доставляются в том числе больные. Не совсем поочередно. У нас разделены... Развесите, кстати, вот многие путают. У нас, грубо говоря, разделены зоны, будем говорить, обслуживания. То есть больница Пирогова, высокопрофессиональный коллектив, вы все об этом знаете, это, значит, стационар многопрофильный, который принимает людей, ну, будем говорить, по старым районам города, вот по тем, там, Самарский, Ленинский, Октябрьский и так дальше, и так дальше, мы обслуживаем население советского, промышленного и кировского районов. То есть примерно вот город поделен таким образом. И да... Ну, вам досталось больше его половины, хочу сказать. Ну, значит, мы не отказываемся ни в коем случае. Мы всегда и призваны, и оказываем профессиональную помощь нашим пациентам. Плюс ко всему, в зоне нашего обслуживания еще промышленные предприятия, и круглосуточно на них работают около 100 тысяч работающих. Они тоже, если что-то с ними случается, они по месту работы просто-напросто поступают, опять же, к нам. И таким образом количество пациентов действительно достаточно серьезное, плюс пациенты из области. Значит, вот, например, отделение септической гинекологии, то есть гнойной хирургии, оно принимает практически со всей области женщин с воспалительными заболеваниями. Тут необходимо сказать, что, конечно, у нас есть больные моменты. У нас есть проблема очень серьезная. Значит, операционный блок, это сердце нашего хирургического корпуса, на самом деле не ремонтировался более 30 лет. Какие-то косметические моменты здесь уже не так актуальны. Необходимо делать, безусловно, капитальный ремонт. Я выходил и выступал на комитете здравоохранения нашей Самарской губернской думы с этим вопросом. Был услышан и поддержан. Сейчас вот мы находим, значит, взаимопонимание. Я писал письма и очень надеюсь на то, что тут уже бюджет области, что правительство области откликнется и поможет, значит, больнице Семашко, потому что здесь крайне необходим капитальный ремонт нашего операционного блока. Яков Зинович, ну и немаловажна, конечно, оперативная круглосуточная помощь детям, которую вы оказываете. Вот какие главные направления этой деятельности вы можете озвучить? Да, конечно. Надо сказать, что у нас эксклюзивное отделение по лечению детско-кишечной инфекции в городе, возглавляемое очень высоким профессионалом Тамарой Анатольевной Желяковой. Хороший коллектив высоких профессионалов сложился. И, безусловно, понимая и по рекомендациям министерства, в период эпидемии мы открываем ежегодно по 25 коек для лечения вирусной инфекции. И поэтому, таким образом, в общем, помогаем решать проблемы в период эпидемии. Плюс ко всему, у нас центр, у нас консультирует Тамара Анатольевна по вирусному гепатиту, что очень актуально и востребовано. К сожалению, таких деток тоже много. Но вот таким образом достаточно серьезная, многогранная работа ведется. Безусловно, мы привлекаем сотрудников кафедры детских инфекций, детских болезней нашего Самарского университета. Поэтому вот вкупе ведем такую деятельность, конечно. – Яков Зинович, ну а в подтверждение Ваших слов мы не могли не прийти в это отделение и посмотреть, собственно, как воочию работают и коллектив, и сотрудники. Поэтому я предлагаю прерваться и посмотреть сюжет. – С удовольствием. – Наше детское инфекционное отделение работает по профилю острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов. И в эпидсезон открывается еще 20 коек дополнительно для ОРВИ, пневмонии, бронхитов и так далее, для вирусных инфекций. Детишки поступают разные, с всего города и области, в состоянии средней тяжести, тяжелую. У нас лечатся в отделении реанимации, интенсивной терапии, которая у нас на три койки. Все с положительной динамикой выписываем по выздоровлению. Уникальность, наверное, в том, что персонал у нас тот старый закалки, который работает уже с давних времен. Все обученные, все имеют высшие категории, первые, высшие. Врачи очень квалифицированные работают, тоже имеют все высшие категории, имеют специализацию по педиатрии и инфекционным болезням. Сестры тоже работают с высокими квалификационными категориями и средний медперсонал. Все трудятся тут с удовольствием, выполняют свою работу. Хочется акцентировать внимание родителей на том, чего нельзя сделать. Ну, во-первых, в первую очередь для профилактики кишечных инфекций нужно, чтобы люди соблюдали правила личной гигиены, мыли детям руки, мыли те фрукты и овощи, которые они их дают. Засечивали окна, избегали, чтобы насекомые лишние не пролетали в квартиры. Хорошо термически обрабатывали все продукты, которые готовятся в летний период, хранились в холодильнике. Особое внимание, конечно, это на молочные продукты. В нашем отделении проведен ремонт. Это очень хорошо сказалось на качестве обслуживания больных. Все очень довольны. Художник разрисовал стены очень красиво. Тоже всем очень нравится. Настроение улучшилось и у персонала, и у всех больных, которые поступают. Главный врач старается, получает все достойную зарплату. Ну, проблемы есть, конечно, но они все решаются в текущем режиме. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло, как вы здесь оказались, и что вы вообще можете рассказать про это отделение? Ну, у нас кишечная инфекция, так случилось, мы заболели. Позвонили в скорую помощь, нам сразу же оказали содействие. Сделали рентген, УЗИ, взяли мазки, поселили нас в палату. А потом, когда мы стали, сейчас мы идем на поправку, нас переселили в отдельную палату. То есть больных к нам уже не подселяют. Остальных нам очень нравится. Персонал очень внимательный, и доктора всегда же даже ночью приходят проверять, да, если все нормально с нами или нет. Остановка тоже нравится, все чистенько, раковины, туалет, все рядом, даже в палате. Нам очень даже нравится. Все под рукой. Так, Витянович, ну, комментарий, конечно. И хотелось бы спросить, а не то родили в отделении? Ну, да, спасибо, опять же, за сюжет. На самом деле, посмотрел. Действительно, приятный ремонт, там приятно находиться. Хотя всем хочу пожелать доброго здоровья и ни в коем случае не попадать. К родильным отделениям, ну, безусловно, это наш родильный дом. Это родильный дом с очень славными традициями. Еще раз повторюсь, что ежегодно порядка пяти тысяч детей появляется, детишек в нашем родильном доме. И, конечно же, там тоже есть отделение мощное для новорожденных. Заведует отделением очень профессиональный, высокопрофессиональный доктор Татьяна Владимировна Кочергаева. И, кстати говоря, переходя, можно сказать о том, что у нас семейные традиции развиты, как бы династии, точнее, в больнице. Значит, вот Татьяна Владимировна возглавляет отделение неонтологии. А, значит, ее супруг, ее муж Олег Викторович Кочергаев, доктор наук, профессор, возглавляет у нас травмцентр второго уровня, который на базе основного корпуса на Калинино. Значит, кроме всего прочего, он же является еще и главным внештатным хирургом городского округа Самара. И, кстати говоря, занимается спортом, значит, бегает на длинные дистанции. Вот когда в прошлом году, например, у нас организовывались, значит, забеги, когда с Луцкой приезжала и так дальше. Вот у нас Олег Викторович побежал на 10 километров и был в числе первых Кочергаев. У нас, безусловно, еще есть несколько семей. Вот, например, Дразин Владимир Иванович, человек очень опытный, очень профессиональный, заведует отделением анастезиологии реанимации. Два его сына тоже доктора. У меня сын доктор. Ну, вот как бы вот есть такие традиции. Да, привести с профессией, конечно, именно в одном лечебном учреждении. Это очень знаково. Яков Зинович, время так быстро пролетело. Мы с вами, я думаю, обо всем успели сказать. Ну, если о чем-то вдруг я не спросила, я представляю вам заключительные слова. И, конечно же, каковы ближайшие планы? Закупка оборудования, расширение базы, привлечение кадров, их обучение. Пожалуйста. Вот, Елена, на самом деле все, что вы сейчас перечислили, безусловно, это входит в наши ближайшие планы. И об этом по каждой из этих определений можно говорить долго. На самом деле будем развиваться. Есть возможности, есть желания для этого. И больница Семашка, как вот переживает, на мой взгляд, новый виток своего динамического поступательного развития. Значит, что хочется пожелать? В первую очередь, безусловно, здоровья. Мы с этого, собственно, и начинали. И, конечно же, не болеть. Ну, а уж если такое случается, мы готовы всем оказать пациентам высокопрофессиональную помощь. Яков Зинович, ну вот, как я уже говорила в начале программы, вы проработали в больнице свыше 32 лет. Но сейчас вы в новом статусе, вы в статусе руководителя. Скажите, пожалуйста, вот насколько работа ваша организована, я имею в виду, в этом плане, в этой сфере? И сложно ли совмещать врачебную деятельность и деятельность руководящими? Вы знаете, на самом деле, все это как-то вот незаметно и моментально происходит. Да, я по-прежнему прихожу в отделение урологии, я по-прежнему консультирую снимки, я по-прежнему даю какие-то рекомендации докторам. Значит, будучи в недавнем прошлом клиницистом, мне достаточно легко разбираться в каких-то профессиональных врачебных ситуациях. Достаточно легко общаться на профессиональные темы с хирургами, с травматологами, с общих хирургами и так далее, и тому подобное. Конечно, деятельность как администратора, она, в общем, меня всецело поглощает. Постоянно надо решать какие-то вопросы, постоянно быть на чеку. И, кстати говоря, когда надвигаются праздники, в том числе длинные праздники, новогодние или майские, на самом деле постоянно на телефоне, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Горячих точек много, ситуации много. Вот сейчас, например, актуально в летнее период времени противопожарные мероприятия, сами понимаете, и так дальше, да. В наше неспокойное время антитеррористические угрозы, и так дальше. Все это надо контролировать, все это надо следить. Ну, как бы это у любого руководителя, я так полагаю, это вообще забота далеко не эксклюзивная. Эксклюзивная. Обычные рядовые. Обычные рядовые, да. Но все равно отдыхать-то успеваете. Вот чемпионат мира завершился по хоккее. Смотрел с тем матчем, болел ужасно. Но для меня, я такой в этом плане человек, для меня не существует третьего места в хоккее. У нас слишком серьезные традиции в хоккее. Я очень переживал. Безусловно, конечно, это в свое время и потенциал для того, чтобы двигаться вперед, и все-таки к своему приемлемому месту и привычному для российских хоккеистов быть золотыми. Я очень надеюсь, что в этом плане и так все и получится. Вот будем скоро смотреть в сентябре Кубок мира. Ну что же, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить наш с вами разговор. Яков Семенович, спасибо вам, что пришли в эту студию. И спасибо, отдельное спасибо за очень откровенный и честный разговор. Спасибо. Всего хорошего. Будьте здоровы. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»